Всем доброго времени суток! С вами канал Artmania. И у нас второй день зимы. И вот такие вот ягодки зимние. Блин, через камеру они и так видно, наверное. Не знаю, как вам получится. Но они такие классные, они такие по бокам. Вот именно с этой стороны вот эта вот ягодка, она прям пушистенькая, как будто снегом обросшая. Ой, господи. Вот вам, наверное, видно. И мы вытащили ягодки. Всегда, как только наступает зима, я начинаю вытаскивать из морозилки ягоды. И мы с зимулькой их кушаем. Сегодня я еще сделала компот. Залила его кипятком. Но там яблоки, поэтому я поставила на огонь, чтобы он закипел немножко. Вот. И малина. Яблоко и малина у нас. Да? Да. И поскольку я купила мед, мы теперь эти 3-х литровые банки, я пытаюсь расфасовать по маленьким банкам. Да. Мы теперь их расфасовываем. По несколько дней будем теперь. Но одну я оставила, ее просто уже некуда раскладывать. А те другие я уже разложила. Уберем их на балкон. У меня там шкафчик. Вот так у нас красиво. Второй день зимы. Я все-таки надеюсь, что снег растает. Потому что сегодня у нас... Так. 1 ноября, наверное, должно быть. То есть обычно у нас в середине ноября выпадает снег. Нам уже день рождения. Вот у него 13 ноября. А тут у нас, считается, вчера был 31-го. По-моему. Какая собачка там красивая. Сейчас я увеличу. Сейчас я увеличу. Собачка такая нарядная бежит. Сейчас она выбежит отсюда. Где они? А вот они. Она нарядная такая. Эх ты, блин. Куда-то побежала. За деревьями тебя не видно. Такой комбинезончик. Такую одежду, кстати, шьют для собак. Интересно. Вот она. Вот какая красивая. Ух ты. Красотулька. Такая девочка прям для девочки одежда. Для девочки. Такая сверху. Симпатичная. Забыла, как это слово опять называется. Вот. О чем я говорила-то? Что-то я забыла уже. О чем я с вами шла речь. Да, мы вот. Одну, две трехлитровые банки мы уже расфасовали. Надеюсь, нам на всю зиму просто хватит. Потому что Димочке я сейчас даю мед. Кроме меда я больше ничего, покажется, не хочу давать. Мед он хотя бы натуральный. А сахар и конфеты, все прочее. Неизвестно из чего сделаны. Вот и планирую сама делать какие-то конфетки там. Вот. Состоящие с медом. Посмотрим, как там будет дальше. Не помню, о чем шла речь. Я забыла, короче. Вспомню потом. Скажу. Вот так вот у нас красиво. А, да, ноябрь. Да, вот. 13 ноября у мужа день рождения. Ну, наверное, ролик этот, конечно, выйдет попозже немножко. Потому что опоздание. У нас всегда его подал. Мы помню, Женькин день рождения праздновали. С утра просыпались. И у нас вот так вот был. Первый снег лежал. То есть всегда было так. Я очень сильно надеюсь, что он все-таки растает. И мы сможем с сыном выйти нормально на улицу. Нормально погулять. Именно на маленькой коляске. Потому что то, что мы вышли вчера на вот этой огромной коляске. Это было очень неудобно. Она не маневренная. Она, я не знаю, как монстр просто какой-то, который просто еле двигается. Ну, у нее еще сдувшиеся колеса были. Не знаю, как мы дошли. Но это было вообще просто нереально. Вот. Короче, вот. Мед я чуть-чуть растопила потихонечку. Вот. Потому что он, не знаю, вот он взяла я прошлогодний мед. Я люблю прошлогодний мед. Вот типа на вот такого вот состояния. То есть вот жидкий я не люблю. Я люблю такого вот состояния. Но чтобы он был прям не совсем жидкий. Он тот был прям колом просто стоял. Я такого не люблю. Понятное дело, его не вытащишь из трехлитровой банки. Тем более, вот горлышко оно маленькое. Я потихонечку его растопила. Не переживайте, его можно топить потихонечку. Чтобы не сильная была температура, самое главное. Вот. И мы его разложили по баночкам. Это вот первая трехлитровая банка. Вот это и вот сверху. Сверху вот оно собралось. Ну, как бы там было беленькое что-то. Пенка что-ли. Она осталась. Я сложила сюда. И вот тут половиночка получилась. И вторую банку я перелила сюда. Перелила, переложила. Вот. Ну, отсюда, конечно, такой контейнер. Просто супер от ней. Из нее будет доставаться удобно. Лучше бы вот правда продавали вот в таких вот контейнерах. Его замотала я пищевой пленкой. Потому что крышка, оказывается, плохо держится. Я только узнала об этом потом. Вот. А здесь я мою баночку. Залила я кипятком уже, естественно. И, наверное, я буду ополаскивать голову им, скорее всего. Вот у меня две банки. Та стоит и вот эта. Либо голову, волосы прям после него становятся мягкие такие. С блеском. Такие классные вообще. Не знаю. Наверное, голову, скорее всего. И, может быть, тело в душ пойду. Не знаю пока это насчет тела. А вот голову классно. Самое главное... Да, ну, единственное, конечно, он не стоит долго с водой. Вот. Вот он уже, кстати, сэна помылась банку. Не знаю, выкинул. Скорее всего, траблитровую. А то они копятся, копятся. И делать некуда. Да. И вот так вот. Ладно, не покажу. Вот. Вот так мы его мед этот раскладываем. Да, Зимуля? Да, малыш? И будем, надеюсь, скажем, есть всю зиму мед. Мед нельзя жарить на сковородке. У меня дедуля пчеловод. Я ему звонила, узнавала по всему этому поводу. Жарить, вот да, он превращается мед в яд. Ты что там, глаза закатываешь? Мед в яд превращается, если его жарить. А если вот его просто чуть-чуть банку растопить, то нет. Все хорошо. Всю жизнь раньше, вспомните, всю жизнь, чтобы достать мед из банки, который уже там простоял сколько-то лет, мы всю жизнь его отопили. Все живы и здоровы. Никто от этого еще пока не умирал. Конечно, все это может быть там накапливается, но мы едим с вами не только такой мед. Там или на тот момент ели мы, всякие гадости ели. Да? Всякие добавочки, водку пили. Что там делаешь, Дима? А? Козявка? Ты куда полез? Дима жует у нас. Мы сейчас записали ролик, у меня был обзор на вот эти вот печенюшки, чипа, их уже закрепилось. И мы записали ролик. А этот ролик можете, кусочек ролика, посмотреть в самом обзоре на эти печеньки. Да? Мы все с тобой работаем и работаем, работаем и работаем. Труженики, как пчелки. Да? Работаем и работаем с тобой. У меня уже батарея садится на амхамере. Ну, никак что-то не сядет. Да? Как Дима жует? Уже умял. На улице у нас здесь. Лоджия, кстати, сразу освободилась. Убрала эту коляску гигантскую. Там какая красота. На зеленых веточках лежит белый снег. Это очень красиво. Вот он. Так красиво это. На зеленых веточках и белый снег. Я надеюсь, что он все-таки растает. Еще рано зиму. Что-то она рано в этом году начинает. Коляска наша лежит. В следующем году, наверное, ее будем продавать. Наши пазлы. Они так и не пошли нам. Дим их разбрасывал. Кровь приехала. Она их собрала. Мешок сложила. Надо попробовать их приклеить. Я знаю, их приклеивают. Здесь наши сумки. Сумка Димина вот эта стоит. Мы к бабушке, когда едем, ее собираем. Мне отсюда ее удобнее брать. А эта, кстати, от кроватки стоит. У нас кроватка маятник. От нее стоит. Да. Кто это? Дима? Дима, посмотри на меня. Привет. Привет, Дима. Привет, мой малыш. Вот так.